Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 февраля. Сегодня у нас не очень приятный будет видеоролик. Не про растений, не про что, а просто про то, что мы теряем заказы. Заказы возвращаются мне. И сейчас, вот благодаря этому случаю, я поняла, что некоторые не умеют пользоваться вот этим отслеживанием на почте.ру, не знают вообще, что такое код, зачем этот код. Сейчас я вам объясню ситуацию, и если у вас ситуация немного схожая, я, возможно, кому-то помогу, научу. Короче, начнем с самого-самого простейшего. Будем учиться искать свои письма и отслеживать на сайте почта.ру. Мне пришло, я уже говорила, мне пришло одно письмо назад, пролежав в Перми один месяц, мне его прислали назад. Возможно, тоже хозяйка думает, что я его еще до сих пор не выслала. Вот вчера еще одно письмо пишет мне зрительница. Я сейчас буду все подробно рассказывать, чтобы вы поняли, когда может возникнуть такая ситуация. Пишет. Здравствуйте, уважаемая Ольга. К сожалению, посылка так и не пришла. На почте смотрели по номеру чека, где сейчас она находится, показывает, что в Бийске до сих пор. Вы не могли бы проверить эту информацию по номеру чека? Человек пишет, что посылка в Бийске до сих пор. Она думает, что она, не знаю как, два месяца лежит у меня на почте или что-то. Пришло извещение вчера, вот, деревня Ключи, Казачинско-Ленский район. И я, конечно, посмотрела по штрих-коду и увидела вот что. Так. Вот смотрите, 19 декабря я отправляю письмо. Оно принято у нас в Бийске. Для чего нам дается этот штрих-код? Я потом сейчас расскажу, как его где искать. Он дается для того, что когда я вам высылаю вот эту длинную, длинную, вот эту квитанцию выставляю с длинным-длинным чеком, числом, вы можете по нему посмотреть до минуты. Вот смотрите, принято в 15.54.19 декабря. И поехала. 20 декабря она в Бийске на сортировке. Потом 21 декабря в наш краевой центр в Барнаул приехала. 22 декабря она уже в Новосибирске. И вы обо всем об этом можете знать. Если бы вы посмотрели по этому, по коду, у вас бы не было вот этого выражения, что оно до сих пор у вас в Бийске. Оно не до сих пор в Бийске. Оно гуляло по стране. Оно сначала ехало к вам, потом у вас лежало месяц, потом уехало назад ко мне. Вот оно в Новосибирске. 24 декабря оно уже в Иркутске. Оно идет в Иркутскую область, в деревню Ключи. Потом оно идет, попало 27 декабря в Усть-Кут. Потом 27 казачинское. И 29 декабря оно пришло к вам в Ключи. То есть в место назначения. Именно в ту деревню, где оно пролежало ровно месяц на почте и прождало своего хозяина. Но тут у меня опять к работникам почты возникает вопрос, как вы храните целый месяц письмо и не можете... Ладно, у нас тоже бывают такие ситуации. Вот смотрите, у меня один раз полмесяца пролежало, я узнала только от того, кто мне отправил. Мне написали и говорят, что уже полмесяца лежит у вас на почте. Я пришла на почту и сказала, а почему вы не уведомляете меня? У меня они говорят, а у нас загулял продавец. Ой, этот, почтальон. Нет почтальона. Ладно, я живу в городе. У нас более 200 тысяч населения, и мы не знаем друг друга. Но я думаю, что деревня Ключи в Иркутской области это не такой огромный населенный пункт. До чего черствые люди, что целый месяц знают, что вашим односельчанам пришло заказное письмо издалека, бог знает откуда. Люди его ждут. И вы даже не можете сказать, но передайте с какими-то соседями. Все равно приходят получать пенсию в течение месяца. Никто не сказал этим людям, что у них лежит письмо. И вот смотрите, с 28 декабря, когда оно прибыло, ровно до 29 января, ровно месяц, и еще написано, неудачная попытка вручения. Это пишут просто так для отмазки. Сразу говорю, никому они не пытались вручить. У меня тоже такие бывают, хотя они мне даже не приносили уведомления. Так пишут, когда у них нет почтальона, и чтобы как-то вот чем-то оправдаться, они пишут, неудачная попытка вручения. Что это значит? Значит, вы послали уведомление, но никто не пришел? Нет. Отлежав ровно месяц в ключах, оно идет, делает тот же самый обратный путь. Вот 30 января, оно в Казачинском, потом оно в Красноярске, 2 февраля, потом 3 февраля в Новосибирске, 5 февраля оно уже в Бийске, и вот 6-го оно приехало ко мне на мою почту, вчера 7-го принесли. И вот смотрите, мне только вчера принесли уведомление. И тут уже есть запись, неудачная попытка вручения. Это, конечно, не добросовестность почты, потому что они пытаются, если я не приду его получать, они его назад куда-то выкинут, и напишут, что я его завтра пойду получу. Но проблема вся в чем, что когда эта женщина пришла вот сюда вот на почту, как она сказала, что она им показала скриншот, и они, посмотрев, сказали, что оно до сих пор в Бийске. Люди видели, они не могли... А, ну нет, ну может быть они, конечно, вот эту информацию не смотрели, но все равно, как оно видно по этому... по номеру, что она выслана еще до Нового года. Ну, короче, это или не добросовестная почта, все, перейдем к тому, как искать, если вот вы этот... Я выставляю вот такие... вот... вот такие квитанции, вы все их видите, тут не только ваши фамилии, но и вот этот номерок, все. Вот этот номерок нам нужно просто вбить... Так, сейчас мы найдем. Сейчас я подниму. Вот смотрите, поисковая строка. Мы просто вбиваем 659... Ай, нет, нет, нет. Что я цараплюсь? Мы сначала вбиваем почту.ру. И вот когда вот эта строчка Почта России отслеживания почтовых отправлений, когда у них вот это вот... Вот, смотрите. Будет их много, выбирайте только ту, на которой есть эмблема почты. Вот эта. Она самая лучшая. Это именно их официальное отслеживание. Мне очень неприятно, когда возвращаются письма, и когда люди думают, что не выслала я, и когда еще я узнаю, что оно лежит целый месяц на почте, и вот такие черствые, ну как, недобрые люди не могут сообщить своим же односельчанам, что к ним пришло письмо, я вообще этого не понимаю. Очень неприятная ситуация. Второе письмо уже вернулось. Вот смотрите, я вбила ваш код, вот этот, который указан на квитанции, который я на всеобщее обозрение выставляю. Вот на эту лупу нажимаете. Кстати, у меня несколько человек спрашивают, коды, коды, что это за коды? Все, вот оно письмо. Написано. Письмо из Бийска. Вот он номер ваш, который я вам давала. И мы можем посмотреть все, 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 что, какую жизнь прожило это письмо. то же самое, что я вам показывала. 19 декабря оно принято в Бийске и поехало. На Бийск, Барнаул, Новосибирск, Иркутск, Усть-Кут, Казачинская. Вот они ключи. С 28 декабря по 30, по 29 января ровно месяц оно было в ключах. Как вы его не получили? Вот это вообще, почему вы не посмотрели? Ну спросили бы, написали бы мне, как пользоваться кодом. Ну и вот 6 февраля, то есть позавчера, оно пришло ко мне. Вот сегодня я получила вот эту вот бумажку. Где она? А вот она. Пойду получать. Вот она. Ключи. Казачинский, Ленский район. Все. Вот это есть пропавшие, потерявшиеся, неполученные наши письма, которые люди ждут с нетерпением, хотят получить, но почему-то не отслеживают, хотя сейчас есть такая прекрасная возможность, вот эти вот коды отслеживания. Пожалуйста, пользуйтесь плодами цивилизации, пользуйтесь немножко. Раз у вас есть интернет, раз вы заходите ко мне в Одноклассники, вы заходите ко мне в электронную почту, значит вы можете проследить по интернету за своим письмом, и вот этой неприятности бы не было. Я вчера все объяснила, все написала, я теперь не знаю, стоит ли высылать второй раз, если люди не умеют отслеживать по штрих-коду, я ей написала, нет, нет такого варианта, что она пролежит еще один месяц и опять вернется ко мне. Мне вот сейчас, чтобы его выкупить, мне еще надо деньги заплатить за то, что она назад приехала, потом еще раз деньги платим за то, чтобы она туда опять поехала и так до бесконечности. Но все, до свидания, я надеюсь, Арзу получит свои долгожданные семена, люди очень просили, хотели получить, но вот такая неприятность. Если у вас схожая ситуация, если вы заказали давно, но письма до сих пор нет, вы напишите мне, я помогу вам найти, если оно выслано, или как-то мы разберемся. Нужно сейчас уже через месяц сеять, а наши письма, некоторые приходят, назад. Все, будем бороться вместе, вот ликвидация неграмотности будет у нас.